Господи, Господь наш, я точу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, прими выше небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня вторник, и сегодня начало индикта, начало нового богослужебного года в церковной жизни. И сегодня Церковь предлагает нам к нашему назиданию для нашего внимательного рассмотрения за богослужение отрывок из первого послания святого апостола Павла к Тимофею, вторая глава, стихи с первого по седьмой. И вот как звучит данный отрывок в русском синодальном переводе. Прежде всего, прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех, Таково было в свое время свидетельство, для которого я поставлен проповедником и апостолом, истину говорю во Христе, не лгу, учителем язычников в вере и истине. Итак, дорогие братья и сестры, сегодня в день начала индикта, день начала церковного богослужебного года, мы с вами за богослужением слышим слова святого апостола Павла из его послания, из его первого послания к Тимофею, глава 2, стихи с 1 по 7. Здесь апостол Павел говорит о разных вещах, и прежде всего он говорит о нашей литургической жизни, о нашей богослужебной жизни. На самом деле, если немножечко отвлечься от сегодняшнего отрывка ненадолго, и взглянуть, скажем так, сверху, комплексно на раздел книги апостола, и это раздел, это пастырские послания святого апостола Павла, это послание к Тимофею, 1, 2, к Титу послания, то в этих посланиях мы увидим особую литургичность текста. И действительно, многие из речевых оборотов, которые мы встречаем в данных посланиях, они используются в богослужении, и мы их слышим. И если мы прочитаем даже вот сегодняшний отрывок на славянском языке, то мы услышим знакомые речевые обороты, которые мы видим у дьякона, когда он возглашает ектений за богослужение. Например, здесь слова «жизнь тихую, безмятежную, во всяком благочестии и чистоте». Мы часто слышим это в ектениях у дьякона за богослужением. И это говорится о том, что священное писание тесно связано с богослужением на самом деле, и язык писания тесно вплетен в структуру богослужебную, можно сказать, во весь суточный круг богослужения. Даже на таком уровне, как ектения, даже на уровне определенных фраз, определенных форм слов, даже это присутствует. Поэтому такой небольшой экскурс во влияние взаимнообогащения богослужения и текстов священного писания. Итак, сегодня апостол Павел говорит, «Прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков». Действительно, наше богослужение, оно внимает словам апостола Павла, ибо всегда за богослужением идет речь прежде всего о человеке, о нашем преображении, о нашем покаянии, о нашем благодарении, наше моление, наше прошение. Действительно, мы должны молиться, просить прежде всего за человеков, ибо церковь – это прежде всего люди, как говорит и гласит мудрая народная поговорка, не в бревнах Бог, а в ребрах. Действительно, именно человек является самой главной ценностью в жизни церковной. Ну, конечно же, я говорю о структуре церкви нашей земной, потому что если говорить о богословской ценности, то, конечно же, ценность – это Господь наш Иисус Христос, самое главное, это центр, это глава. К Нему стремится вся община, и им она обогащается, им она примиряется со всей Святой Троицей, получает прощение грехов, отпущения, и получает благодать Святого Духа. Но если смотреть именно с земной точки зрения, на структуру земную, то самая главная ценность для нас должна быть люди, и за них мы должны молить Бога. Друг за друга. Здесь апостол Павел ненарочито указывает нам на ценность общины, и на ценность именно отношений людей в общине, и мы должны сами акцентировать на этом свое внимание в нашей духовной жизни. Далее апостол Павел говорит, что мы должны молиться, просить, молиться, благодарить за всех человеков, далее за царей и за всех начальствующих. Действительно, апостол Павел понимает, что человеческое общество, оно не идеальное, и никогда идеальным не станет, хотя и мы должны к этому стремиться. Мы должны иметь это благое намерение, жить так, чтобы жизнь не доставляла неудобства для другим людям, ну и самому себе. Действительно, мы должны жить по совести, жить справедливо, не обижая ближнего. Помни, что моя свобода ограничивается свободой другого человека, и не жить в произволе и анархии. Но также апостол Павел понимает, что грех очень плотно сидит в сердцах человеческих, и действительно человеку сложно отделить от себя эти метастазы греха. И апостол Павел понимает, что в обществе есть необходимость в управлении. И эту нелегкую задачу выполняют, ну, в то время выполняли цари, сейчас мы знаем, есть другие политические структуры, которые занимаются управлением. И мы должны, конечно же, молиться и о них, дабы в это сложное дело управления Господь подавал им благодать, Господь подавал им смирение, подавал им покаяние, и самое главное – мудрость. Мудрость, потому что кому много дано, с того много спросится. И мы должны молиться за царей, за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую, безмятежную, во всяком благочестии и чистоте. Самая главная цель наших молений – это должна быть не лоббирование, не продвижение каких-то своих и политических интересов, а прежде всего молитва о том, чтобы наша жизнь была безмятежна, без войн и распри, без какой-то вражды друг с другом внутри общества и за пределами границ государства. И наша молитва должна быть молитвой мира и направлена на благочестие и жизнь чистую. Ибо это хорошо и угодно спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и пришли в познание истины. Един Бог и един посредник между Богом и человеками – человек Христос и Иисус. И далее говорится о том, что, о чем я и говорил, о том, что центр и главная ценность богословская и любая ценность в жизни церкви – это Христос. Им все созидается, им все освящается, через Него Он – единый посредник между Богом и человеком. Таково было в свое время свидетельство, для которого я поставлен проповедником и апостолом, учителем язычников в вере и истине. Апостол Павел говорит о Христе, о том, что Он есть центр проповеди. Поэтому, назидаясь сегодня этим текстом, этим посланием святого апостола Павла к Тимофею, мы должны уяснить, что центр нашей жизни, главная ценность – это Христос. Далее идут в градации ценности – это люди. Мы должны за них молиться, кем бы они ни были. Соответственно, мы должны искать мира и примирения. И мы должны стать источником этого мира. Сегодня призывает нас апостол Павел именно к этому – жить и молиться в благодарении и в прошении и молении за всех людей, и прежде всего за церковь. Будем молиться, дорогие братья и сестры, поэтому будем молиться и помнить о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу. Когда читаем Писание, Бог обращается с Его страниц к нам. Всем радости о Господе и до новых встреч!